Здравствуйте, друзья! Вот, в очередной раз, уже в третий, мы записываем вам приветственное видео, посвященное нашим клубам живых древних языков. И предыдущие два года это были видео, посвященные клубу живой латыни Кармента, а сейчас у нас открывается и клуб живого древнегреческого языка, и еще несколько интересных проектов под омофором студенческого сообщества филологов-классиков Мелисса. В этом году наш клуб живой латыни будет вести в основном моя ученица и друг Елизавета Сабирова, а клуб живого греческого возглавлять будет мой коллега и друг Станислав Наранович. Лиза, вам слово. Здравствуйте, дорогие друзья! Я студентка Российского государственного гуманитарного университета по специальности «История античности». Я с самого первого курса занимаюсь греческим языком с Алексеем Флавовичем. Я ходила на многие его курсы в Палестре. Также я была свидетелем и участником обоих сезонов живого латинского языка. И в этом году Алексей Славович, как вы уже знаете, доверил мне вести очную часть нашей живой латыньки, которую, я уверена, вы все нежно любите. И в этом году мы попытаемся раскрыть ее с точки зрения, углубить наши знания о латинской литературе. Мы будем с вами читать пособия на латинском языке, которые, я уверена, никогда вы раньше не видели и не разбирали так подробно. Мы будем заниматься интересными исследованиями, мини-исследованиями и латинского языка. И наш друг и коллега Никита Мякшин будет ассистировать нам и тоже предложить свои замечательные идеи. Мы будем, уверена, заниматься только интересным углублением наших представлений и знаний с использованием живого метода. То есть, готовьтесь, будет интересно. А Никита Мякшин будет, разумеется, к нам выходить в клуб из самого Парижа и нас не оставляет. Станислав, расскажи о нашем клубе греческого языка. Да, я, наверное, скажу несколько слов о себе. Во-первых, спасибо Алексею Владиславовичу, что он доверил мне быть ведущим в этом году клуба живого древнегреческого языка. Я начал изучать греческий когда-то давно на философском факультете РГГУ, выпускником которого я являюсь. Потом продолжил обучение в университете Дмитрия Пожарского, где нам преподавали классики из МГУ. И потом ходил на занятия в Палестру и в сообщество антиварвары в вышке, где продолжал повышать квалификацию. И сейчас я являюсь первокурсником магистратуры по классической филологии и ВК РГГУ. Что касается нашего кружка, то, наверное, я не буду подробно рассуждать о преимуществах прямого метода, о котором вы можете посмотреть длинное видео, которое сделал в прошлом году Алексей Владиславович вместе с Никитой. И вот мы поместим ссылку где-то внизу, кликните на нее, посмотрите, там рассказывается все подробно. Я вкратце, буквально в двух словах скажу о своих впечатлениях, чем мне нравится прямой метод, в чем прелесть живого древнегреческого, а не только чтение про себя или каких-то грамматических разборов. Мне кажется то, что у занятий живым древнегреческим есть несколько чисто практических, таких прагматических плюсов, которые заключаются в том, что для того, чтобы вам общаться по-древнегречески, вам нужно очень хорошо знать морфологию, очень хорошо знать глагольную систему. То есть в принципе все то, с чем сталкиваются, с заучиванием чего постоянно сталкиваются люди, изучающие древние языки, говорю это на своем собственном опыте. Когда же вы окружены людьми, с которыми каждую неделю вы хотите пообщаться, обсудить какую-то тему по-древнегречески, тогда это гораздо сильнее вас мотивирует звучать все необходимые парадигмы для того, чтобы быть способным и понять ваших собеседников, и самому что-то рассказать. Поэтому даже если вы боитесь, даже если вы или вы никогда, если вы только начали изучать греческий, или если вы наоборот давно изучаете, но никогда не практиковали прямой метод, тем не менее приходите и вы убедитесь то, что при должном усердии в конце этого семестра или в конце следующего вы уже способны обсуждать какие-то небольшие темы, например, про греческие мифы. Мы будем заниматься на основе пособия мифологика от издательства Культура Классика про древнегреческих богов и про мифы про Одиссея и Циклопа, Ясона и Золотой Руно и всю прочую сказочную древность Элады, а также, наверное, читать каких-то авторов, на основе которых это пособие подготовлено, Геродота, Аполлодора и кого-нибудь еще, кто бы нас не заинтересовал. Поэтому не бойтесь, приходите, будет увлекательный и познавательный. Вот я сам с удовольствием покажу на клуб Живой Латыни Кризи тоже. Спасибо, Станислав. Да, друзья, безусловно, главная цель вообще наших всех клубов не для того, чтобы просто потрындеть на языках, со знанием которых никто теперь больше не рождается, но которое приобретается, а для того, чтобы сделать нашу латыни, наш греческий лучше. Да, особенно, конечно, это важно для филологов, классиков, историков, классиков, для которых владение языками их источников должно быть как можно более активным. И в этом году у нас есть такая еще новая инициатива. Мы открываем курсы греческого и латыни с нуля, тоже с элементами прямого метода, живого метода, индуктивного метода, как он еще иногда называется, для, в первую очередь, тех желающих студентов Российского государственного университета, только тех, которые очень этого хотят, потому что у нас аудитории маленькие, поэтому мы хотим, чтобы наши группы были очень, скажем так, мотивированными, упертыми и желающими этих занятий даже чуть не больше, чем наши преподаватели. И поэтому у нас открывается клуб древнегреческого языка по Атенадзе и клуб по латинскому языку по фамилии Романа. Опять же, я очень надеюсь, что клубом по Атенадзе руководство над ним возьмет Станислав, а я буду им помогать активно. А клуб по латинскому языку для начинающих, видимо, буду вести я. Я надеюсь, что Лиза, может быть, мне поможет или еще какие-нибудь мои коллеги, ученики и друзья. Станислав, в прошлый раз я что-то... Про ребрендинг, может быть... Да, очень важный момент заключается в том, что как бы добавив к нашему клубу живой латыни клуба живого греческого, мы задумывались, как бы нам назвать еще клуб живого греческого, латинский номер был Карменты, как вы знаете. И мы просто решили, что мы назовем оба клуба одним словом. Теперь эти оба наши клуба, в зависимости от того, как мы их пишем по-гречески или в латыни, называются полюлалой. Или филолой. Полюлалой – это смысл, а так филололой. Извините, видите, мы сами еще не до конца запомнили «Я», как это называется, клубы, которые, собственно, мы сами изобрели. Итак, филололой – то есть любители поболтать. И любители поболтать не для того, чтобы просто болтать, а для того, чтобы стремиться к единой цели, которую Курт Латте называл «сум филологейном» – заниматься любовью к слову вместе и тем самым делать наши языки лучше. И, в общем, нас, как человеческих существ, делать лучше тоже. Забыл ли я что-либо добавить? Мне кажется, все. А если о чем-то мы забыли, то следите за обновлениями на канале. Да, подписывайтесь на наши каналы, и все ссылки будут в описании. До встречи, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok и на сегодняшний день. Приморд – это пустая летатиза Латинитата. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...